Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Общее дело. На субботнике в Нижнем городском парке продвигали тему экологического поведения. Сияние авроры свидетелями редкого атмосферного явления стали сотни горожан. Свой среди чужих. Исход матча с Калугой решил и ее воспитанник. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Хорошо известное всем выражение, которое, конечно, применимо и к Рязани. Между тем, на всероссийский субботник 22 апреля стянулись массы горожан. Присоединился и губернатор региона. Уборка с участием губернатора прошла в Нижнем городском парке. Губернатор пообщался с волонтерами проекта «Формирование комфортной городской среды», в котором принимает участие эта площадка. В рейтинговом голосовании по проекту может принять участие каждый рязанец старше 14 лет. Всего в Рязани в этом голосовании участвуют 26 территорий. Оставить свой голос можно до 31 мая. Все люди, которые живут в городе, в области, у нас в стране, хотят, чтобы наша страна выглядела хорошо, в том числе окружающее нас пространство. И, мне кажется, правильно в этом поучаствовать, то участие, в которой ты можешь. Недаром говорят, что не только чисто где не мусорят, но все-таки еще и надо иногда убирать. Ну вот немножко прошли, и уже совсем по-другому выглядит территория. Травка начинает зеленеть. Нижний городской сад – участник голосования. Любимо это место среди горожан и среди гостей города. Это очень атмосферное место. Здесь же филармония, здесь такой творческий квартал. Я знаю, что оно будет реконструироваться в ближайшее время. Здесь есть и музеи, и многие другие общественные пространства культурные. Поэтому, конечно, мне кажется, это одно из таких особенных мест, можно сказать, жемчужин города и в целом области. Темой всероссийского субботника в этот раз стало благоустройство городской среды и продвижение экологичного поведения. Субботник прошел не только в Нижнем городском саду, но и в ЦПКО. На зеленых зонах по улице Качевская и в районе реки Быстрес по Касимовскому шоссе. Также очистку провели в парках Героев 1812 года и имени Гагарина. Мне очень приятно приехать сюда в субботний день, в Рязань, в Рязанскую область, вместе с горожанами. Это такая отличная активность для того, чтобы пообщаться и вместе что-то поделать, что-то созидательное. Также жители города прибрались на своих придомовых территориях. Участники собрали сухую листву, мусор, ветки, а также подмели дорожки. В работе было задействовано 34 единицы спецтехники. Общими усилиями удалось собрать 225 кубометров отходов. Отопительный сезон в Рязанской области официально завершен. Сегодня в городских домах начали отключать батареи, но делают это постепенно. Как в этом сезоне справлялись с авариями и какие проекты по модернизации сетей есть уже сейчас, в прямом эфире рассказал министр отрасли Дмитрий Устинов. Начали прямую линию самой ожидаемой для горожан новости. Отопительный сезон должен закончиться 24 апреля. И это скорее не просьбы горожан услышаны, а требования закона. В нем сказано, что отопление отключают сразу после того, как 5 суток подряд температура воздуха будет выше 8 градусов. И в этот же день стартуют ремонтно-восстановительные работы. В Рязани уже 6 лет действует программа ремонта тепловых магистральных сетей. За все это время аварийность на сетях снизилась в 2,5 раза. Сейчас с нами разработана программа модернизации коммунальной инфраструктуры. Она двухлетняя. Это 2023-2024 год. За счет этой программы большой объем инженерных сетей в городе Рязани будет планироваться отремонтировать. Это в основном все эти водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. Такие ключевые, большие, больших диаметров, ну, скажем так, магистрально условно. Значит, на тех объектах, к которым предоставлено наибольшее количество населения, ну и потребителей других. Коснулись вопроса о реставрации старых сетей. Жалобы были с Кадама. Там были проблемы с чистой водой. В этом году будет реконструировано два узла водоснабжения. Один закончит в текущем, другой в 2024. В следующем году также построят четыре подобных объекта. Мы ожидаем, что по итогам этого проекта будет проект с условным названием «Чистая вода село». И это позволит нам развивать сферу водоснабжения уже в малых населенных пунктах, в селах и поселках. Для того, чтобы в этот проект войти, мы уже сейчас начинаем проектировать по области объекты водоснабжения. И мы ожидаем, что с 2025 года там будет дан старт именно этой программе. Другой важный момент – это ремонт колодца в городе. Чтобы во время аварийных ситуаций отключение можно было локализовать. Таким образом, подачу воды из-за аварий можно будет останавливать локально. В нескольких домах, а не на всей улице. В воскресенье жители Рязани и области наблюдали необычное для наших широт явление – северное сияние. Свидетелем с полохов магнитного поля стал и оператор нашей телекомпании. Волшебные огни, которые загораются на небе, северное сияние, аврора – все это имена одного явления, которое стало визитной карточкой северных широт планеты. Однако в воскресенье красные и зеленые мерцающие свечения увидели и жители Рязанской области. Вчера я был в деревне вечером, уже собирался домой в Рязань, вышел на улицу, увидел, что что-то интересное светится со стороны севера. Подумал, наверное, это северное сияние. В магнитной буре класса G4. Как правило, спецэффекты на небосводе видят жители севера. За сиянием специально едут в Мурманск на Тереберку, чтобы посмотреть причудливые световые шоу, устроенные солнечным ветром. В Рязани, Москве или Петербурге подобная большая редкость. На Солнце случилась очередная вспышка. По сравнению с теми вспышками на Солнце, которые постоянно происходят, она была достаточно мощная. Произошла на севере магнитная буря, нарушение радиосвязи, как это обычно бывает. А те протоны, которые достигли нижней атмосферы Земли, они ионизировали молекулы кислорода. Кислород начал светиться. Он светится в двух цветах – в зеленом и в красном. Последнее такое явление я наблюдал полтора года назад, в сентябре 21-го года. Была примерно по мощности такая же вспышка на Солнце. Там вопрос в том, что вспышки на Солнце достаточно часто происходят, но не всегда солнечное вещество, солнечный ветер попадает в землю, может и мимо пройти. Кстати, зафиксировать редкое явление сейчас позволяет любой смартфон. Поставил я телефон на крышу машины, сделал выдержку несколько секунд и увидел красное зарево, зеленые переливы. Все это было очень классно. Длилось это, наверное, все действие не больше полчаса и потихонечку сошло на нет. Когда в следующий раз можно наблюдать подобное на Рязанском небосводе, подскажут прогнозы. Смотрите внимательно. А тем, кто не успел, ночное небо и сегодня, и всю неделю покажет сближение Венеры с молодой луной. Под песней Соловьев очень красиво. В Рязани по подозрению в причастности к наркоторговле полицейские задержали троих иностранных граждан. Оперативно сработали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области. Подробности дела далее в сюжете. На этом месте ранее делали закладки. Добровольно покажете? Что тут оставлено? Красный сверток? Этот красный сверток весит чуть больше двух граммов. Но это навскидку, говорят полицейские. Внутри вещество, похожее на героин. Такую закладку в трубу теплотрассы заложил 20-летний уроженец Средней Азии. Вот только полицейские выяснили, что работал он не в одиночку. Ночью оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани и при силовой поддержке сотрудников специального назначения ГРОМ на улице Зубкова задержали двоих 20-летних граждан одной из стран ближнего зарубежья. В отношении молодых людей полицейские получили точную оперативную информацию об их работе на нелегальный наркомагазин из теневого сегмента сети интернет. У двух иностранцев нашли практически такие же свертки, только объемом больше – 50 штук. Внутри, по словам экспертов, метадон общей массой больше 11 граммов. Следствие установило, что жили иностранцы на улице Крупской. Изначально даже работали официально, но месяц назад взялись за распространение зелья. Корректировал и направлял их анонимный куратор. Закладки южане делали как в Рязани, так и в соседних регионах. Теперь в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере группы лиц». Максимальное наказание – до 20 лет лишения свободы. Сейчас фигуранты заключены под стражу. Спонсором ежедневной информационной программы «День города» является выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». Вкусные свежие морепродукты к вашему столу. Все это можно приобрести у торгового центра «Премьер». Футболисты Рязани в Калуге провели очередной матч переходного турнира второй лиги и доставили хозяевам массу проблем. А для кое-кого эта встреча была принципиальна. Подробности далее. С первых минут матча хозяева, а не в синим, попытались сразу дать понять, кто сегодня будет атаковать больше. Они завладели инициативой, пошли вперед большими силами, но рязанцев же такой расклад вполне устраивал. Подопечные Дмитрия Сережкина убегали в контратаке и делали это достаточно опасно. Впрочем, первыми счет открыли все-таки калужане. После аккуратного паса Николай Суханов вколотил мяч в дальний угол. 1-0. Впрочем, был в этом матче еще и персональный подтекст. В составе Рязани вышел местный воспитанник, калужанин Денис Семин, которому наверняка было, что доказывать на поле. Он и сравнял счет после прорыва Муслима Бамадгиреева. Команды плюс-минус все как бы, ну, не то что одинаковые, но я думаю, что вот этот вот настрой, боевитость, она выйдет на первый план. Как и все, готовимся, конечно, и разбираем и сильные, и слабые стороны. Поэтому мы были готовы, и я рад, что мы противодействовали. Во втором тайме команды перестроились, борьбы на поле стало еще больше. В таких случаях все решают обычно индивидуальные ошибки. На 60-й минуте хозяева прозевали, казалось бы, обычный навес в штрафную, но он как раз и стал результативным. Все тут же Бамадгиреев принял мяч и протолкнул его мимо голкипера Калуги. 1-2. На послематчевой пресс-конференции главный тренер хозяев Дмитрий Хомуха выглядел очень расстроенным. Сегодня моя личная ошибка была и в выборе состава, и по заменам можно было скорректировать игру команды совсем по-другому. Поэтому всю ответственность беру на себя, и это мое личное тренерское поражение. Разговор предельно простой. Если кто-то из ребят думает, что у них есть какой-то класс, то они ошибаются, класса нету. И это показывают соперники, с которыми мы играем. Как только мы уменьшаем градус единоборства, самоотдачи, борьбы и всего остального, то соперник нас за это наказывает. После этой победы рязанцы вошли в тройку. Впрочем, плотность турнирной таблицы все еще высока и все еще может измениться. Тем более, что в следующем туре подопечные Дмитрия Сережкина принимают лидера. Саратовский сокол. Вкусно и с пользой. Это девиз выставки продажи «Икра и рыба Камчатская», которая снова в Рязани, возле торгового центра «Премьер». Успевайте купить и полакомиться. «Икра и рыба» – настоящее сокровище Камчатки. Морепродукты вызывают неподдельный интерес у покупателей и пользуются большим спросом. Копченая рыба может украсить любой торжественный стол. Но и в будни такая закуска будет актуальна. У рыбы горячего копчения нежная, мягкая текстура. Если рыба легкая, нежирная, то можно приготовить к ней более сытный гарнир. Если рыба горячего копчения жирных сортов, лучше предложить более простые гарниры. Например, к чавычи идеально подойдут тушеные или отварные овощи. Чавычу куплю. Очень вкусно я ее покупала. Я уже второй раз. Мне понравится очень. Вкусный. А еще придете? Обязательно. Очень хорошая, вкусная рыба. Нравится она мне по вкусу и всего. Ну как приезжают, так и берем. Сначала одну попробуем, потом другую. Нам нравится. Нам нравится. Очень хорошо. Икра на выставке продажи не только вкусная, но и полезная. Ведь в ней фолиевая кислота, йод, калий, железо и еще десяток важных для жизни микроэлементов. Все они положительно влияют на работу головного мозга и нервной системы, чтобы сохранить максимум ценных качеств. Говорят, на Камчатке засаливают икру прямо на судне, сразу после добычи. Я купила почти полкило икры. Я у них всегда покупаю. Как только объявят, что с понедельника, я всегда покупаю у них икру. В основном беру икру. Качественно хорошая икра. Потом пробовали. Сначала брали белорыбицу. Я чавыча брала. Рыба, конечно, хорошая. На прилавках у продавцов представлено несколько десятков видов рыбы. В ассортименте чавыча, белорыбица, палтус, нерка, тунец, кижуч, белуга, омуль. Так что выбор придется по вкусу самым изысканным гурманам. Выставка продажа «Икра и рыба Камчатская» расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Она будет работать до 29 апреля включительно. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 24 по 29 апреля. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова